Друзья, всем привет! Сегодня будет обзор возможности кресла, трансформации и установки в автомобиль кресла фирмы Lorelli на категории 1, 2, 3. Опять же, бюджетная модель. Их много выпускает из латок. Есть у меня обзор этого кресла, установки в автомобиль. И Babyton в детском мире делает. Много-много-много таких кресел. Они, в принципе, все в одной ценовой категории. Там от 2000 и разрыв доходит до 4. Разница, опять же, будет в содержании ткани. Она разная. Допустим, в Lorelli есть вставки велюровые. Вкладыш под голову, под попу, под спину. Он более дутый. Велюровые наплечники. Немножко другой фастекс. Итак, начнем. Первая группа получается от 9 кг до 36. В данной группе вы крепите ребенка ремнями, которые находятся у вас еще в автокресле. То есть сначала вы устанавливаете кресло. Я постараюсь тоже сейчас показать всю эту установку. Отдельно снять на каждую группу. Потом вы крепите человека. Маленького гражданина. Проходи сюда. Растегиваете ремешок. Дочке моей 5,5 лет. 18 кг. Я думаю, что ремней этих хватит. В комплектах к этим автокреслам чаще всего идут ремни, которых хватает на ребенка весом до 18 кг. Позже вы снимаете ремни с автокресла и крепите немножко по-другому. Непонятно. Я вам сейчас все буду показывать. То есть ваш ребенок на вес примерно от 9 до 18 кг. Вы садите его в первую группу. Давай пробуем. И заводите ремни. Ремни можно поднастроить. Если видите 3 деления, то должно хватить этих ремней. И можно катать еще в таком вкладыше. Мягче будет ребенку ехать на дальнее расстояние. И вы можете его не сразу снимать. Как видите, реально ремней хватает. Мы не тестировали его. Я вытянул полностью ремешки. Это вот... Если полностью их вытянуть. Они опять же во всех креслах будут одинаковы. Никто не делает их до 36 кг. Их можно саму сделать. Дошить. Но я бы не советовал. Такие стропы продаются в швейных магазинах. Можно сделать. Но это, конечно, отдельная тема для разговора. Как проверить натяжку? В этом месте, в области груди, у вас должен помещаться кулак между ребенком и стропами. Если у вас кулак помещается, вы сжимаете кулак и место есть. Значит, вы все сделали правильно. Не надо перетягивать. Не нужно расслаблять. То есть вот такое примерно расстояние. Влазь. Натяжка ремня происходит и ослабление. Я вам сейчас покажу. Механизм, как в автолюльках. В этом месте у вас кнопочка металлическая. Нажимаете, вытягиваете, ослабляете. Вторая группа. Иди сюда. Вторая группа. Вы уже садите без ремней. То есть у вас ремней нет. В этой группе вы крепите автокресло и ребенка в автомобиле автомобильным ремнем. То есть вы садите ребенка в каркас кресла. Берете ремень безопасности. Продеваете в это ушко. Диагональный ремень у вас опускается вниз. Должен проходить, внимание, должен проходить по груди. Не по шее. Если вы видите, что по шее, значит нужно регулировать его. Я вам покажу, с чем можно регулировать данный ремень. Должен у вас проходить по груди. Вниз, вниз, вниз. И поясной ремень у вас должен заходить. А вот в этих местах, в этом месте, по ножкам, по ножкам, соединяется с диагональным. И вы вбиваете все это дело в замок. Так у вас едет ребенок. Не знаю, на дальняк, конечно, сложно будет. Но другого варианта нет. Так, ну и остается у вас бустер. Данная модель разбирается, разбирается легко. То есть вы наклоняете полностью спинку. Так вот она восстановится. И просто снимаете спинку с петли. Не знаю, получится у меня сделать это одной рукой. Ну вот. Разбирается все предельно просто. Ценник такой, вы понимаете. Как бы что-то ожидать сверхъестественного не приходится. Все держится на пластике. По поводу безопасности сейчас, наверное, возникнут вопросы. Как такое кресло может быть безопасным. Это так же, как из латок. Протестирована данная модель. Находите в креслах вот такую оранжевую наклейку. Тут будет все написано. R4404. Это стандарт безопасности. Действующий на данное время. 0,3 уже не действует. 0,4 еще действует. О чем говорит? О том, что данная модель, как и многие в этой ценовой категории, протестирован на удар сзади. По-моему, на скорости до 60 километров. И на удар спереди. На скорости до 40 километров. То есть с этим кресло справляется. Что там происходит дальше? Тут вам уже наклейка-то не скажет. Ну и здесь есть, если прям хотите вчитываться дальше. Опять же, есть слово универсал. Это означает, что кресло универсально крепится автомобильным временем безопасности. E и циферки идут, которые дальше. E4, E2, E3. Это страна, в которой происходило тестирование. Ну вот, собственно, и информация об этих креслах. А, теперь по поводу того, как крепится, как можно опустить ремень диагонально. У вас бустер тоже опускается. Тоже рассчитано на то, что вы сасадите ребенка. Сейчас немножко маленькую стилую трансформацию. Вы бустер усаживаете ребенка. Кстати, бустер кажется громадным, потому что спинка убирается. Прямо он кажется очень большим по размеру. Я думаю, что сантиметров 40 будет точно. То есть посадка хорошая. Ну, опять же, бустер рассчитан на то, что вы садитесь у ребенка от 25 килограмм до 36. Задача бустера – немножко посадить ребенка вверх, чтобы, опять же, диагональный ремень не давил на шею, а чуть проходил по области груди. Если этого примета недостаточно в вашем автомобиле, в каждом кресле есть вот такое вот крепление. Оно прямо видно его. Для чего он нужно? Вы усаживаете ребенка. Если вы видите, что ребенок, ремень идет неправильно по шее, это оба сцепляет, то вы продеваете диагональный ремень в это устройство маленькое, и уже здесь петличкой регулируете высоту. То есть выше-ниже, собственно говоря, так вы опускаете. То же самое вы можете сделать во второй трансформации, когда у вас уже нет ремней. Вы можете также опустить диагональный ремень, немножко пониже, регулировав высоту в этой вот петличке. Она идет в каждом кресле, у нее разная форма, может быть металлическая, может быть пластмассовая. Суть такая, что она опускает ремень, то есть никакой другой функции она не выполняет. Постараюсь в этом видео еще снять установку. Установка будет проходить в другом месте. Возьму кресло домой и будем там вставить. Думаю, что все получится. Далее. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok